Чтобы увидеть знаменитую Новоафонскую пещеру, люди идут сюда со всего мира. В эти праздничные дни пещера работает по специальному графику. В новом году пещеру уже посетили более 4000 туристов. Количество желающих попасть в таинственный прекрасный мир подземного царства немало. У кассы скапливаются очереди. Все спешат поскорее приобрести билеты и попасть в неизведанную карстовую полость. Мы приехали из Санкт-Петербурга, первый раз в Абхазии. Нам очень все нравится. Достопримечательности Абхазии всем известны, поэтому это одна из главных. Было грех не посетить. Путешествовать на новогодние праздники по интересной и красивой стране всегда здорово. Среди посетителей пещеры не только туристы, но и местные жители, которые решили на выходные приехать в Новый Афон и не упустить возможности вновь попасть в подземное царство. Честно говоря, мы очень рады побывать еще раз в Новом Афоне. Мы сюда приезжаем очень часто. Мы местные вообще сами. Но к нам приехали гости. Мы с удовольствием приехали к вам в пещеру и по окрестностям погуляем еще с удовольствием. Вообще теплая погода, шикарно очень. Во время новогодних праздников Новоафонская пещера работает по специальному графику. С 1 по 10 января комплекс будет открыт каждый день с 11.00 до 18.00. За день пещеру посещают около 10-12 экскурсионных групп. Пещеру посетило с 1 января по 4 января более 4 тысяч человек. Если брать сравнение с прошлым годом, то в прошлом году с 1 по 4 пещеру посетило 2900 человек. Мы в основном работаем на экскурсионные группы, но и также люди, которые приезжают дикарем, так называемые. При входе обязательно ношение маски. Если человек не имеет, то мы предлагаем свои маски, руки обрабатываются антисептиком и дальше по всему маршруту человек не должен снимать маску. В эти праздничные дни все сотрудники Новоафонской пещеры, как и в разгар курортного сезона, находятся на рабочем месте. Людмила Таня более 40 лет работает в пещере экскурсоводом. Из-за большого потока туристов за день ей приходится проводить по 3-4 экскурсии. Экскурсантов очень много. Можно даже сказать, как в летнее, в августовское время, по 3-4 рейса бывает. Проводим экскурсии, справляемся. Каждый экскурсовод вообще полагается, 3 экскурсии, чтобы провел. А иногда бывают группы, опаздывают в связи с границей. И нам приходится даже дополнительные, как те же рейсы, что там записаны, но с опозданием их проводить. Но это для нас особой трудности не заставляет. Бывает даже и четвертый круг идем, но с большим удовольствием обслуживаем. Экскурсии в Новоафонскую пещеру комфортны и безопасны. Людей в подземный мир доставляют на электропоезде. Три минуты езды и перед взорами туристов открывается таинственный прекрасный мир подземного царства. Конечно же, вся красота и величественность пещеры не может оставить равнодушным никого. Впервые? Нет, второй раз. Впервые очень понравилось, все большое. Экскурсовод великолепно. Ваши впечатления? Замечательно, просто классно. Вы впервые? Да, естественно. Замечательная подача материала, все емко, очень много интересных фактов. И сама пещера, конечно, потрясает. Информация такая полезная, в основном она такая хорошая, добрая. И очень хорошая музыка, особенно когда выходили, уже прямо до слез такая добрая. Уникальная по своей природе Новоафонская пещера может принимать и радовать туристов со всего мира. И каждому, кто побывал здесь хотя бы раз, хочется возвращаться вновь и вновь. Прекрасные пещеры, всем рекомендую. Отлично, очень. Орбезно. Я бы остался, даже пожил. Впервые? Нет, второй раз уже так понравилось, что снова с радостью посетил, с удовольствием. Ну, была в детстве совсем, тогда было что-то вообще сказочное, волшебное. Сейчас вот пыталась вернуться в детство, но почти получилось. Все равно сказка. После новогодних каникул Новоафонская пещера будет работать в обычном зимнем графике. Четыре дня в неделю. Алика Трапшина, Алгухава, Абхазское телевидение.